Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Виктор Раду. Смертельная авария в Белгороднестровском районе, в селе Прибрежное. Автомобиль ВАЗ вылетел на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. В результате столкновения водитель Жигулей получил серьезные травмы и умер в машине скорой помощи. По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство. Назначен ряд экспертиз, ведется следствие. В Ивановском районе пьяный мотоциклист сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. 18-летнего парня и его товарища госпитализировали. Вскоре полицейские установили личность виновника аварии. В надежде избежать наказания, 26-летний житель села Знаменка скрывался в соседнем районе. Его задержали, мотоцикл у него изъяли и отправили на арест площадку, сообщили в пресс-службе облполиции. В Оресскую область ввезли наркотики на 90 миллионов гривен. 31 килограмм латиноамериканского кокаина обнаружили в морском торговом порту Южный. Еще в середине февраля в гавань из Южной Америки прибыл грузовой контейнер с автомобилями. Таможенники провели углубленный осмотр груза и обнаружили 31 брикет с высококачественным кокаином. Общий вес партии – 31 килограмм. Ориентировочная стоимость на черном рынке свыше 90 миллионов гривен, сообщили в пресс-службе СБУ. Контрабанду решили не задерживать. Участникам преступной группы позволили забрать брикеты и доставить их в Киев. Задержали наркоторговцев в момент, когда они прятали кокаин в тайник, оборудованный в автомобиле курьера, который должен был отвезти наркотики в Евросоюз. Задержаны трое участников ОПГ, в том числе и иностранный организатор наркобизнеса. По данным следствия, участники группы планировали в течение этого года еще несколько контрабандных поставок кокаина весом почти 500 килограммов. В дальнейшем они собирались сбывать его на территории Украины и в странах ЕС. На обращение городской власти Одессы к премьер-министру относительно выделения средств на ремонт дамбы Хаджибейского лимана пока никаких ответов не поступило, отмечали в ходе аппаратного совещания в мэрии. Запрос, подчеркнули чиновники, был направлен к главе правительства еще 31 января. В то же время эта проблема требует незамедлительного решения. Вопрос стал еще более актуальным после урагана, который пронесся на минувшей неделе. Напомню, циклон Юлия повредил и без того находящуюся в не самом лучшем состоянии Хаджибеевскую дамбу. По результатам исследования состояния дамбы специалисты обнаружили две промоины длиной в 1 и 10 метров. На место выезжала специальная комиссия во главе с городским головой. Это не проблема Одессы, это не проблема Одесской области. Если, не дай бог, будут повторяться такие стихии и не выдержит эта дамба, в зону затопления попадает 23 квадратных километра. Здесь есть нефтеперерабатывающее производство, хранилище газа, активы Одесского морского порта, другие предприятия. Если это будет затоплено и оно дальше пойдет в море, то это превратится уже в экологическую катастрофу Черноморского бассейна. Дамба сегодня не является частью города и не состоит на балансе ни у одной из структур, которые бы постоянно следили за ее состоянием и регулярно проводили ремонт, уточняет городского голова. Это сооружение, которое, как вы слышали уже сегодня из докладов, оно нигде не стоит на балансе. Ответственных за него нет. Иногда периодически Украфтодор ремонтирует дорожное полотно. Город, естественно, не потянет своим бюджетом такие работы, в том числе и проектированные. Поэтому будем обращаться в подразделения ДСНС, в нашу комиссию областную по чрезвычайным ситуациям, для того, чтобы они еще раз собрались в ближайшее время и рассмотрели данную ситуацию. С 2003 года Дамба работает в аварийном режиме и без серьезных вложений нормальная работа гидросооружения невозможна, говорят специалисты. Есть такое понятие в гидротехнике для водохранилищ, водоемов и так далее, называется нормальный подпертый уровень, НПУ. Так вот, НПУ для этого лимана минус в абсолютных отметках, то есть в отметках Балтийского моря, минус 0,5. При этом Черное море у нас имеет отметку в той же Балтийской системе нормативную, минус 0,4. Понятно, да? В настоящее время отметка вот сейчас лимана, которую мы видим, это приблизительно в районе двух метров. Для предотвращения возможной технологической катастрофы необходимо выполнить комплекс мероприятий, напомнили в ходе аппаратного совещания. Специалисты настаивают, что без проведения серьезной работы привести Хаджибиевскую дамбу в нормальное, безопасное состояние невозможно. В частности, необходимо построить самотечный канал, что поможет снизить уровень воды в лимане, построить буну из гранита. На эти работы необходимо полтора-два года и немало средств. На обращение в Кабмин и другие структуры по поводу выделения денег на ремонт дамбы пока ответов нет, отметил городской голова. С одной стороны, мы уже обратились куда только могли обратиться, ждем ответов в ближайшее время. Да, сегодня мы пока в одиночестве обозначаем эту проблему на местном уровне, поднимаем и рассказываем о ней, и информируем, пока никаких ответов не поступило. И еще один вопрос, требующий незамедлительного решения, это определить баланса содержателя дамбы, подчеркнул Геннадий Труханов. Добиться того, что мы определим все-таки баланса содержателя. Потому что, с одной стороны, эта беззная дорога находится, согласно генерального плана, в черте города. С другой стороны, специалисты говорят, что это гидросооружение. И следующее, что обслуживает его управление дорогой. Проблему Хаджибеевской дамбы необходимо решать незамедлительно, подчеркнул городской голова. И власти Одессы надеются, что в Киеве их услышат. Еще одна актуальная для Одессы тема, которую обсуждали в ходе аппаратного совещания в мэрии – парковки. Вопрос, который, наверное, с 2010 года стоял всегда на повестке – стояночные стоянки и парковки. Очень сложное направление, очень сложное направление. И навести в нем порядок не так просто, как кажется. В ходе аппаратного совещания отмечали, что на многих парковках в центре города взимают деньги люди, которых одесситы прозвали парковочными гангстерами. Эти деньги чаще всего в бюджет города не поступают. Также чиновники напомнили, что установленная стоимость парковки в Одессе – 5 гривен в час. В то же время люди, называющие себя парковщиками, требуют 10, 15, а у иностранцев – до 50 гривен. Чтобы изменить ситуацию в течение ближайшего месяца, планируют начать реализацию проекта так называемой «идеальной парковки». С современными паркоматами автомобилисты смогут с помощью специального мобильного приложения видеть наличие свободных мест. Доходы от этих парковок будут поступать в бюджет города. Что касается Люздоровской дороги 85, где идет строительство на аппаратном совещании, еще раз подчеркнули – эта стройка незаконна. Тем не менее, квартиры там уже продаются. Чтобы остановить эту и ряд других проблемных строек, у города на сегодняшний день нет полномочий, отметил Геннадий Труханов. Да, надо останавливать, надо наказывать. Полномочия дайте нам. Вот были бы полномочия, были бы сегодня полномочия, остановить. Мы бы остановили вместе с вами. Дайте такие полномочия городскому совету, исполкому. Дайте нам эти полномочия из Киева, передайте. Не до конца решен вопрос с ремонтом кооперативных домов на Черемушках. Речь идет о домах, пострадавших вследствие урагана Юлия. Чиновники говорят, кооперативные дома не являются зоной ответственности города, а жильцы, в свою очередь, просят оказать помощь в проведении ремонта. У кооперативов и ОСМД есть не только права, но и обязанности, напомнил городской главы. Коронавирус атаковал все континенты мира, кроме Антарктиды. Болезнь, помимо материкового Китая, откуда все и началось, добралась уже до 66 стран мира и унесла жизни 3048 людей. Почти 89 тысяч человек инфицированы. Больше всего смертей и случаев инфицирования приходится именно на Китае. Однако за последнюю неделю в стране наблюдается спад болезни. Зато в мире, в частности в Европе, наоборот, за последнюю неделю зафиксировали случаи инфицирования в Хорватии, Швейцарии, Португалии, Люксембурге, Греции, Северной Македонии, Литве, Исландии, Азербайджане, Белоруссии, России, Бразилии, Новой Зеландии. Среди европейских стран самая большая вспышка коронавируса возникла в Италии, где по состоянию на 2 марта до 34 возросло число жертв от COVID-19 и еще 1694 человека заболели. В Украине на наличие коронавирусной инфекции проверяют 4 человек, 3 иностранцев и украинца, который вернулся из Италии. Накануне завершилось тестирование на вирус 3 образцов из Ивано-Франковской области, Кропивницкого и Киева. Все три исследования показали отрицательные результаты. В то же время известно о пяти случаях заражения украинцев в мире. Четверо заразились на лайнере Diamond Princess и одна украинка заболела в Италии. По состоянию на 2 марта в Украине не зафиксировано ни одного случая инфицирования. В то же время МИД рекомендовал гражданам Украины временно воздержаться от поездок в китайскую провинцию Хубей и город Ухань, а также отложить свои путешествия, которые не являются крайне необходимыми в другие регионы Китайской Народной Республики, а также в Италию, Испанию, Южную Корею, Иран. В пунктах пропуска и в аэропортах страны продолжается проведение температурного скрининга. Что касается напрямков, которые, как нам МОЗ, не безопасны, то мы получили листа от МОЗа с переликом страны, где есть такая погрешенная ситуация эпидемиологическая, и просто пассажиры из этих рейсов переверяют температурный скрининг, так называемый. И в этом задействованы не только работники аэропорта, то в этом задействованы санитарно-карантинный пункт МОЗу, задействованы прикордонные силы и медицинские работники аэропорта Бориспіль. Тобто три разные подразделения, которые работают в этом направлении. Дежурный врач в случае обнаружения на борту самолета пассажира с признаками инфекционного заболевания дает указание отбуксировать воздушное судно на зарезервированное санитарное место стоянки. Персонал аэропорта укомплектован респираторными масками, резиновыми перчатками и средствами для дезинфекции рук. На трапах установлены специальные ковры, обработанные дезраствором. В разных зонах аэропорта установлены контейнеры для сбора индивидуальных средств защиты. Марлевых повязок, резиновых перчаток. В режимной зоне аэропорта дежурят бригады скорой помощи. Что касается переноса или отмены рейсов, то это исключительно прерогатива авиакомпаний. Аэропорт Бориспель не может и не имеет права отменивать любые рейсы, потому что мы не есть выполняющими рейсов. То есть выполняющими рейсов есть авиакомпании. И только они могут принимать решения о отмены или перенесении, или каких-то вариаций о этих рейсах. В компании МАУ временно отменили рейсы в Китай, однако полеты в европейские страны выполняются в штатном режиме. На данный момент у нас нет информации о том, будут ли отменены рейсы в ближайшее время, но на данный момент рейсы в Италию есть. Тем временем Всемирная организация здравоохранения заявляет, измерение температуры путешественникам при въезде или выезде из страны неэффективная мера, поскольку болезнь может находиться в инкубационном периоде, а человек может обмануть скрининг, приняв жаропонижающие. В организации утверждают, что гораздо эффективнее предоставлять путешественникам рекомендации, как избежать заражения. Также рекомендуется собирать декларации о состоянии здоровья при въезде в страну, что поможет оценить возможные риски. Напомним, 10 марта в Украине должны появиться быстрые тесты на коронавирус, которые можно использовать за пределами лабораторий. Они дадут ответ за 15-20 минут. Что касается Одессы, то на сегодняшний день медицинскими учреждениями города отработан алгоритм оказания помощи пациентам с диагнозом коронавирус COVID-19. Базовым учреждением для оказания медицинской помощи определена городская клиническая инфекционная больница, где имеются 20 изолированных боксов на 65 коек. Департаменту здравоохранения дополнительно выделено 1 млн 620 тысяч гривен на приобретение масок и дезинфекционных средств. Отмечали в ходе дня очередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций горсовета. Также планируется ограничить перемещение людей в страны, где уже получило распространение коронавирус. В особенности это касается иностранных студентов, которые получают высшее образование в Одессе, отметили на заседании. 15 граждан Украины получили отказ в пересечении границы с Россией из-за отсутствия загранпаспорта. Всего же за первые сутки марта по загранпаспортам выехало почти 7 тысяч граждан нашей страны. Таковы официальные данные Госпогранслужбы Украины. Напомним, в Украине с 1 марта начали действовать изменения в правилах пересечения границы с Российской Федерацией. Теперь для этого украинцам необходим загранпаспорт. Выехать в Россию по внутреннему украинскому паспорту уже невозможно. Изменения позволят сократить время прохождения пограничного контроля, поскольку для проверки данных сведения с загранпаспортов будут считываться специальными приборами. При этом при въезде граждан Украины с территории России Госпогранслужба будет беспрепятственно пропускать украинцев по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении. Винтовки, пулеметы, пистолеты и патроны. Целый арсенал оружия обнаружили в гараже у жителя Лиманского района. Правоохранители изъяли два пулемета, две винтовки, пистолет, прицел, 8 магазинов, 4 банки с порохом, почти полтысячи патронов и более полутора тысяч гильз. По словам 38-летнего задержанного, оружие и часть патронов он купил через интернет. Остальные нашел при помощи металлоискателя и хранил для собственного интереса, но какого именно не признался. Все боеприпасы изъяли и направили на экспертизу. За незаконное обращение с оружием и боеприпасами мужчине грозит от трех до семи лет тюрьмы. Будущее Одесской киностудии продолжает волновать как кинематографистов, так и многих одесситов. Голодовка режиссера Леонида Павловского, митинги под зданием на французском бульваре, акции протеста, обращения, круглые столы. Представители гильдии кинематографистов вновь собрались, чтобы обсудить актуальные проблемы и искать пути решения, которые не позволили бы превратить киностудию в частное предприятие или просто в территорию для застройки. Одесскую киностудию готовят под застройку. Об этом во время заседания круглого стола сообщили представители общественной организации гильдии кинематографистов Одессы. На сегодняшний день, по их мнению, фильмафонд разворован, а у молодых режиссеров нет возможностей для съемок. По подсчетам, только в год с фильмафонда предприятие могло бы получать от одного до трех миллионов долларов. Участники мероприятия уверены, что все, что сегодня происходит на территории некогда легендарной кинофабрики, ведет к тому, что вместо павильонов для съемок здесь появятся высотки. У нас есть подозрение, что они безосновательные, что они часть территории застроят, оставят один центральный офис и скажут, ну вот же здесь можно снимать кино. Сегодня такие огромные территории не нужны, они скажут. Хотя на самом деле для декораций нужна еще большая территория, их там мало. Напомню, 3 октября 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон, снимающий запрет на приватизацию 50% акций Одесской киностудии, которые оставались в собственности государства. 21 января нынешнего года Хозяйственный суд Киева принял решение о передаче в руки частников 12% принадлежавших государству акций Одесской киностудии. Таким образом, государственный пакет акций сокращается до 38%. И государство теряет контроль над предприятием. Сейчас, по словам членов гильдии кинематографистов, киностудия пытается отсудить 38% акций. Поиск работы с достойным заработком – актуальная проблема для многих людей. Особенно сложно людям с инвалидностью, ведь им доступно выполнение далеко не всех видов работ. Согласно статистическим данным, в Украине трудоустроены менее 20% инвалидов. Новый проект, разработанный Министерством соцполитики, призван помочь людям с инвалидностью найти работу в IT-индустрии. Компьютер для людей с ограниченными возможностями – это окно в мир и возможность работать удаленно, говорят специалисты. На протяжении нескольких лет город регулярно оказывает материальную поддержку на закупку компьютерной техники для инвалидов в рамках программы «Равенство», отмечает директор Департамента труда и социальной политики. За міською программу «Рівність» мы уже декілька років поспіль забезпечуемо наших осіб с инвалидностью компьютерной техникой. Ті люди, які використовують цю компьютерную технику саме для працевлаштування, або ті, хто працевлаштований, використовують саме для роботи. Бо на сьогодні для багатьох дійсно це можливість отримати не тільки спілкування з зовнішнім світом, але й можливість додатково отримати кошти. І саме ось такий проєкт, який сьогодні буде реалізовуватися Мінистерством соціальної політики. Благодаря проєкту Мінсоцполітики «Ты можеш все». Люди з інвалідністю получат возможность бесплатно овладеть комп'ютерной спеціальністю і пройти собеседування в ведущій ІТ-компанії України, розказала Єлена Китайська. Можливо безкоштовно, віддалено і у зручний час отримати можливість навчання комп'ютерної грамотності, комп'ютерної технології і потім участвувати в конкурсі на посади в провідних ІТ-компаніях України. Для цього необхідно до 5 березня зареєструватися за відповідним сайтом і потім вже на протязі 14 тижнів онлайн проходити онлайн-навчання. По закінченню навчання особа отримує сертифікат і вже приймає очість в конкурсі на посади. Зарегістрироваться для участия в проєкте можна до 5 марта. В Мільйонной Одесі інвалідність імеєт почти 58 тисяч жителів, зліді них більше 3 тисяч діти. Южна Пальмира стала першим в Україні городом, який ще в 2005 році почав реалізовувати программу равенства по созданню безбар'єрной среди. В нынешній році в городському бюджеті на неї предусмотрено 36 мільйонів гривень. На які нужды вони будуть направлені, після новостей в програмі «Тема дня» розповідає директор департамента труда і соціальної політики Одесського міського совєта Елена Китайська. Допоможуть, в першу чергу, тим, хто вже має інвалідність, мешкати за місцем проживання, безперешкодно пересуватися містом по вулицях, на транспорті, навчатися в школах, відвідувати всі установи, а також для сімей, які мають ризик у дітей встановлення інвалідності, для того, щоб попередити цю інвалідність. Тобто, це той пілотний проєкт раннього втручання, який реалізовувався раніше у Київському районі, а зараз він буде розповсюджений на все місто. Так, саме так, дійсно, Одеса стала пілотним, Одеська облість, і в тому числі Одеса, стала пілотним регіоном, в якій відпрацьовувалася послуга раннього втручання. І на сьогодні був визначений Київський район, і будемо продовжувати розповсюдження цієї послуги на всі райони міста. Про це йдеться в окремому розтілі програми «Рівність». Там передбачаються організаційні заходи, заходи, які будуть проводитися з батьками, а також ті, хто став вже учасниками програми в системі раннього втручання. Там буде можливість придбання різних допоміжних засобів, що стосуються безпосередньо життя дитини. Після штормового предупреження на понедельник синоптики прогнозують, перша неделя марта порадує теплом, дождей не буде. Із мелких неприятностей только свежий ветер і туман. Вовторник буде сухо і тепло. В інших районах днем до 19 градусів тепла. В настоящее сутки по городу Одесі і по Одесской області ожидається облачна погода з проясненнями, без существенних осадків. Ветер в основному юго-восточний, не штормовой 9-14 метр в секунду. Температурний фон в ночні часи по Одесской області составляє от 2 до 7 градусів тепла. По Одесі 5-7 градусів тепла. В дневні часи температурний фон составит от 14 до 19 градусів тепла. В прибрежній зоні 9-11 тепла. Что касається по городу Одесі, днем температура будет 9-11 тепла. 4-5 марта погода существенно не изменится. Местами ожидается туман. Видимость на автодорогах области – 1500 метров. Тоже не штормовая, без осадков. Ветер тоже сохраняється. Юго-восточний 9-14. Температурний фон в ночні часи достигає пределах 2-7-4-9 градусів тепла днем. На 4 марта 15-20 градусів тепла. Прибрежній зоні 10-12. 5 марта температурний фон в дневні часи достигає от 11 до 16 градусів тепла. І 4 марта може бути в утренні і вечерні часи містами туману. Небольші осадки ожідається в п'ятницю і субботу. Температура ночі 4-6, днем до 10 градусів тепла. Среди неординарних праздників в календарі є і Международний день спічки. Як вияснилось, этот, казалось би, столь необхідний предмет бута відходить на другий план. В цьому убедились наші корреспонденти в бесідах з одеситами. Чиркнув об коробку і горить. Але ж колись давно добути вогонь було надзвичайно важко. Другого березня у світі відзначають Міжнародний день сірника. Долгі роки спічки залишились одним із головних атрибутів повседневної життя, поки на сміну не прийшли зажигалки. А сьогодні одесити предпочитають використовуватися зажигалками. Вибираєте, що, спічку або зажигалку? Зажигалка краще. Зачем лес портити? Спічка, ти дерева не портиш, грубо кажучи, менше уходить леса. Зажигалка – це пластик. Ну а з іншої сторони – екологія. Зажигалка. А почему? Не знаю, вигодні. Тож спічки у нас не зажигаються в данний момент. Часто много используєш і вбрасуєш. А не зажигаються, а почему не зажигаються? Ну, много вбрасуєш. Сера, плохая. Наверное, більше зажигалку. А чому? А она удобній, я считаю. І... Я не знаю. Да, удобній, просто удобній. А сірніка взагалі в какій штат? Да, да, периодичці. Як часто? Ну, більше дома, при готовці, зажигати плиту. По большей частини використовують спічки. Високі технології йдуть вперед, а пользуються і спічками, і зажигалками люди все реже. Не курильщики отмечають, що в них немає необхідності. Сірник чи запальничка? Що прайде? Запальничка. Чому? Багаторазове використання. І сірники, потрібно дерево до того, щоб їх вигладати. А запальничку можна заправити у будь-який момент. А ви заправляєте? Я взагалі не користуюсь ними, тому не заправляю. Не користуюсь? Не користуюсь ні запальничками, ні сірниками, тому що плита вдома не електропіджигання у цьому, а так не курю, тому не використовую. Скорее всего зажигалка. Практичні, портативні. А чим частіше користують? Ни тим, ні другим. А чому? Не курю, во-первых. Во-вторых, для того, щоб, например, печь зажечь, она у мене автоматически зажигається. То есть не пользуюсь. Можно сделать вывод, что спички уходят в прошлое. І якщо учесть, що чаще всего їх делают із древесини, этому можна только порадоваться. Це вся інформація Кетмачасу. Далі прогноз погоди. Я с вами прощаюсь. Берегите себя, своїх родних і будьте здоровы.